Деловой Славянск Почему до сих пор не принят бюджет в Славянск? Деловой Славянск Я считаю, что их не надо финансировать Некоторые моменты, которые надо добавить наоборот в бюджетных денег Поэтому, если мы уж идем к современным каким-то методам Надо это изучать и естественно принимать соответствующие решения Но скажите, по датам, по срокам Сегодня уже практически конец февраля Бюджета нету Город на это не повлияет на город? Нет, никак Это первый момент И я думаю, что на ближайшей сессии бюджет все-таки будет принят Это 24-го, который будет состояться? Планируем, да Хорошо, скажите, а что конкретно не устраивает депутатов по этому бюджету? Ну, нельзя сказать, что всех депутатов Кто детально изучал Ну, к примеру, 9 миллионов выделяется для развития культуры И это непосредственно из них 4,5 миллиона выделяется на библиотеке Ну, хотелось бы тех, кто читал русскую прозу Есть в Чехово такое произведение «Вишневый сад» Когда детально обсуждается, стоит ли сохранять «Вишневый сад» Или построить там какие-то предприятия, либо железную дорогу Вот так и здесь Я считаю, что финансирование центральной библиотеки надо увеличить Сделать читальный зал, на котором в читальном зале На столах будут стоять компьютеры современные Для того, чтобы можно было бы пользоваться тем, у кого Ну, скажем, было имущество, у которых нет компьютеров дома Не могут купить родители Но они могут прийти в библиотеку и попользоваться И найти любое для себя произведение На сегодняшний день мелкие библиотеки, которые сохранены В которых, скажем так, на 50 квадратных метров работает 5 человек Там библиотечного фонда практически нет Но на это выделяются деньги Я считаю, что это не нужно Их можно закрыть Наоборот, финансы направить на развитие центральной библиотеки Это первое Второе, да, возникает вопрос Андреевка, скажем, там, Булбасовка В противовес могу сказать, что есть там средняя школа И мы все знаем, что в каждой средней школе есть библиотека Ну, скажите, зачем это дублировать и тратить на это деньги? Да, это, понятно, рабочие места Да, это на сегодняшний день кто-то, может быть, имеет единственное место работы Но можно же и пересмотреть эту политику Можно действительно расширить обслуживающий персонал в центральной библиотеке Но сделать современно Ну, скажите, вот сейчас идет онлайн обучение в связи с коронавирусом Ну, у них тоже ничего не потерял Дети спокойно занимаются Сидят дома, пьют чай И в то же время проходят занятия Ничего страшного не происходит Поэтому компьютеризация нашей жизни Приводит к тому, что надо пересматривать устаревшие планы И идти в современность Ну, в ногу современности Больше того, все мы знаем, что дети сидят и в компьютерах И в своих планшетах, и в телефонах И ходить в библиотеку они не будут Как пример, ну, я не хочу сказать, чтобы это явилось поводом страха В советское время, когда я работал на заводе Для определения эффективности работы бригады Устраивали зеркало дня Приходил специальный человек И изучал, сколько каждый рабочий делает в этой бригаде Которую проверяют Сколько он полезной работает Может, надо увеличить количество бригады А может быть, уменьшить Так и я думаю, что я возьму своих помощников Поставлю возле Когда-то, когда будет тепло Или неплохая погода И пускай не посчитает Сколько человек зашло в тот или иной филиал библиотеки И мы увидим производительность Стоит ли столько денег тратить на это Ну, это мое сугубое мнение Я его высказываю впервые Но считаю, что это правильно К этому надо идти Просто сесть отделу культуры И подойти к этому творчески Не для того, чтобы просто выгнали всех И потом что-то делаем Нет Разработать целую целостную программу Принять ее Предложить городскому совету И пересмотреть вот эти моменты Это я так понимаю Ну, книги можно еще оцифровывать Совершенно верно Часть людей можно посадить в центральной библиотеке Те, которые интересны Ну, скажем, по истории Славянска По истории Донецкого края Которых нет в цифровом варианте Да, можно их оцифровать Почему бы нет? И это тоже будет рабочее место Которое человек будет заниматься этим Хорошо, я понял Но это не единственное, я так понимаю То, что останавливает депутатов От принятия бюджета Да, ну вот Еще один из моментов Который вот совсем недавно Обсуждался на нашей комиссии Это оплата труда 50% от минимальной зарплаты Так называемых квартальных Я проголосовал против Почему? Объясню Ну, скажите Вот я депутат городского совета Вот сидит помощник мой Они мне помогают И я работаю бесплатно На интузиуме Больше того Блогеры наши Василий Хоменко Евгений Недосека Они получают от городского бюджета деньги? Нет Они работают на энтузиазме И я считаю, что Квартальными должны быть Как раз люди с энтузиазмом Которые будут свою Не за деньги выполнять работу А потому что им так хочется Это первый момент Второй момент На выборах народных депутатов Когда были выборы Я заметил один момент Не только мои Рекламные Борды Я На одном из микрорайонов Не буду называть, чтобы никого не обидеть Увидел, что Как раз находился там И увидел, как мои Рекламные Как их правильно назвать Наклейки Наклейки Рекламный материал Просто срывали Я взял этого человека за руку Вызвал полицию Казалось, что этот человек срывал Он просто так В разговоре Покуда полиции не было Когда полиция приехала Он этого не говорил А покуда полиции не было Он сказал Да, мне заплатили Заплатила квартальная Ну что тут скажешь Рекламная продукция уже испорчена Она у него находилась в сумке Остается себе задать вопрос А зачем таким квартальным Вообще платить Если хотите работать Работайте с энтузиазмом Просто потому, что вам так хочется Вы готовы потратить на это время Ну, в общем-то, действительно Если говорить о квартальных То нельзя всех однозначно судить Нельзя Но в других же городах Бесплатно работают Работают И я считаю, что у нас тоже Не надо тратить из бюджета на это деньги Понятно, что я сейчас Вызову целый ажиотаж Против себя Мало того, что библиотекарей Плюс еще квартальных Которые сейчас пойдут по подъездам Там, по домам И скажут Патлачук нехороший человек Зря мы за него голосовали Но Я еще раз говорю о том, что Если мы творческие И люди, которые с творчеством Не только с желанием Подходят в свои работы То не надо нам платить Мне же как депутату не платят Нет И моим помощникам не платят Но мы тратим свое собственное время Ну, скажем Для того, чтобы изучить бюджет Не один день я посидел над ним Раз Это я время свое потратил Мне за него никто не оплатит Это первый момент Я В некоторых дней не специалист Я пригласил своих помощников Специалистов Они тоже потратили на это время И тоже им никто не оплатит Больше того Мы Приходим на сессии Сидим Изучаем Голосуем Потому что мы это делаем От души Я предлагаю Чтобы квартальные тоже Работали от души Хорошо Ну и еще один такой актуальный вопрос По тарифам Вот сейчас очень много Об этом говорится Как вы думаете Или видите ли вы Какие-то выходы В этой ситуации Там Скажем Связано с тарифами О Если быть честным И откровенным Говорю как есть На улучшение И на уменьшение тарифов Не надейтесь Не потому что Я этого потлачук не хочу А потому что Так устроено На сегодняшний день Наше государство И наш Кабмин Который специально Повышает цены Ну скажем там На 40% Потом уменьшает Их на 10% И говорит Мы уменьшили Но на самом деле Осталось на 30% Это больше Больше того Если мы смотрим Можно пронаблюдать Статистику Ну скажем В период Януковича Хотя я Не его сторонник Далеко Не его сторонник Электроэнергия стоила По-моему 26 копеек На сегодняшний день Рубль 68 Мы Я вам задаю А вы мне сами ответите Скажите пожалуйста С этого момента Что-то уменьшилось Нет Просто кому-то Хочется больше заработать Мы можем Опустить цену До 26 копеек Нет Никогда А раз мы Не можем До этого опустить Значит Мы не можем Уменьшить Тариф Вот и все Если даже Мы завтра Сделаем Одну Одну гривну То по отношению К 90 копеек Как два месяца назад Это все равно Будет повышение На 10% На 11% Ну хорошо Я понимаю Здесь экономических Очень много вопросов Да там оно связано И инфляция И другие там процессы Поэтому давайте Не будем об этом Я услышал ваше мнение Спасибо вам большое Ну и вы можете Обратиться К жителям нашего города Что бы вы им хотели Сказать сейчас Единственное что Уважаемые Жители города Славянск Уважаемые земляки Будьте Более активными Мы привыкли Жить в Советском Союзе И пассивно Воспринимать все Что за нас делают Покуда мы не станем Активными Сплоченными гражданами Ничего Лучшего Мы Не получим От жизни Станем активными Будем активно Себя выходить На площадь В соцсетях Принимать участие В обсуждении Если мы этого Делать не будем Нас ждут Печальное будущее Спасибо большое Василий Никифорович Я на этом Хотел бы Завершить программу Подписывайтесь На наш канал Оставляйте комментарии Ставьте лайки Впереди еще много Интересного До свидания Субтитры создавал DimaTorzok